приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам традициям и обрядам на 26 июня поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать итак друзья давайте далее все более подробно прямо сейчас ставьте лайк обязательно подписывайтесь на наш канал также всех хотим поблагодарить за донаты которые вы нам отправляете нам очень очень приятно 26 июня православные христиане почитают святую мученицу акелину жившую в третьем веке это юная святая родившаяся финикийском городе библа оставила неизгладимый след в истории христианства благодаря своей непоколебимой вере и стойкости перед лицом гонений святая мученица акелина родилась семье православных христиан которые передали есть свою глубокую веру в иисуса христа с раннего детства девочка отличалась необычайной на набожностью и желанием следовать путем господа бога в возрасте пяти лет она приняла крещение настойчиво прося об этом своих родителей уже в 10 лет акелина осознала свою миссию и начал активно проповедовать среди своих подруг призывая их отказаться от язычества и принять христианскую веру активная деятельность юной христианки не осталось незамеченной слухи о ее проповедях дошли до наместника императора диоклетиана волусиан правитель города приказал схватить 12-летнюю девочку и привести ее к нему акелина не испугалась грозного правителя стоя перед ним она твердо отказалась от его уговора вернуться в лоно язычество более того она начала рассказывать ему о спасителе и его подвиге совершенным ради спасения всего человечества взбешенный волусиан приказал подвернуть акелину жестоким пыткам ей прокалывали уши раскаленными прутями били тяжелыми плетками но ни одно из этих зверств не смогло сломить ее дух святая муча мученица стойко переносила все страдания демонстрируя непоколебимую веру и преданность христу когда акелина скончалась от истязаний ее тело вывезли за город и выбросили псам на съедение однако ее мощи были тайно похоронены христианами которые обрели веру благодаря проповедям юной мученицы вскоре у ее могилы начали происходить чудеса исцеления и что еще больше укрепила веру людей в ее святость история святой мученицы акелины продолжает вдохновлять верующих по всему миру ее стойкость и преданность христу служит примером истинной веры и мужества православная церковь 26 июня вспоминает мученицу акелину старшую которая жила в третьем веке в городе библ и в в этот же день православные христиане чтят и преподобную александру девеевскую и является одна из самых уважаемых и почитаемых фигур православной традиции ее жизнь и служение оставили неизгладимый след в истории церкви и сердцах верующих сделав ее основательницей девеевской монашеской общины будущее святая родилась дворянской семье под именем агафия семенова мельгунова она была женой богатого полковника и помещика но судьба распорядилась так что в возрасте 30 лет она осталась вдовой потеря супруга и смерть дочери которой было всего 9 лет стали для нее тяжелым ударом и подтолкнули к монашеству после принятия монашеского пострига агафия приняла имя александра и посвятила свою жизнь богу она основала девеевскую монашескую общину которая стала духовным центом центром предоставляющим приют и духовное наставление для множества женщин александра девеевская стала примером истинной веры и преданности показывая как можно посвятить свою жизнь служению богу и людям особым событием стало обретение мощей мощей трех преподобных александры марфы и елена девеевских что произошло 26 сентября 2000 года прославление этих подвижниц как местно чтимых святых не нижегородской епархии состоялось 22 декабря того же года эти святые продолжают оказывать значительное влияние на современное православие служа примером духовного совершенства и благочестия а в народном календаре 26 июня был посвящен святой мученице аки линии и этот день именовали как акулина гречишница праздник правда имеет и другие названия как акулина комарница черные грачи акулина задери хвосты акулина кривые огурцы этот день был связан с посевами гречихи и предоставлялся бы одной из самых значимых сельскохозяйственных событий название акулина гречишница связано с посевами гречихи одной из ключевых культур в сельском хозяйстве гречиха была известна своей привередливостью и требовательностью к условиям выращивания несмотря на это люди уже тогда догадывались о ее целебных свойствах и прилагали большие усилия для получения хорошего урожая народе говорили гречих усей когда рожь хороша и гречих усей когда роса хороша эти народные приметы помогали определять оптимальное время для посева и не подводили крестьян старину в этот день было принято готовить гречневую кашу но варить ее можно было только на воде считалось что это помогает сохранить здоровье и приносит удачу в урожая гречневая каша сваренная на воде символизировала чистоту и простоту которые уважались в этот день кроме того такая пища считалась более легкой и полезной особенно в летнюю жару название акулина комарница связано с нашествиях мух комаров и оводов которые активно досаждали домашнему скоту животные отмахивались от этой напасти хвостами что дало празднику еще одно название акулина задери хвосты народе считалось что активность насекомых в этот день предвещает теплое солнечное лето что подтверждало наступление настоящего лета с акулиной гречишницы связывали и наступление настоящего лета теплого солнечного и комфортного люди радовались летним дням наслаждаясь погодой и готовясь к посевам гречихи в старину говорили что лето приходит на акулину что означало начало полноценного летнего периода сроки посева гречихи привязывали к народному празднику говорили что гречиху надо сеять за неделю до акулин либо спустя неделю после акулин эти временные рамки помогали определять оптимальное время для посевных работ чтобы получить хороший урожай в будущем 26 июня на руси отмечали народный праздник акулина гречишница который тесно был связан с погодными условиями и приметами предсказывающими урожай этот день был значимым для крестьян которые внимательно следили за природными явлениями и верили что они могут повлиять на их сельскохозяйственные работы и урожай наши предки знали если днем на акулину гречишницу светит солнышко и воздухе летает много комаров это означает что хорошая погода установилась надолго комары появляющиеся в большом количестве служили своеобразным индикатором стабильного теплого периода таким образом крестьяне могли планировать свои полевые работы зная что в ближайшие дни погода будет обязательно благоприятной если в ночь на акулину гречишницу на небе много звезд это предвещало обилие грибов и ягод летом и осенью звездное небо указывал на ясные теплые ночи что создавало идеальные условия для роста лесных даров крестьяне увидев такое небо заранее радовались предстоящим походам за грибами и ягодами согласно народным поверьем если на акулину огурцы еще не поспели вкусными не они уже точно не будут это означало что летом в год в этом году будут не столь теплым и благоприятным для роста именно этой культуры крестьяне знали что в такой ситуации огурцы не успеет набрать вкус и сочность поэтому не рассчитывали на их хороший урожай в ночь с 25 на 26 июня сны считались особенно значимыми особенно если в них присутствовали родственниками люди верили что такие сновидения несут важные послания и могут предсказать будущее или дать советы в жизненно важных вопросов крестьяне обращали внимание на детали снов и старались понять а какие знаки посылает им судьба 26 июня отмечаются именины акулины александра александры алексея андрея анны антонины даниила дмитрий ивана пелагеи и савы люди родившиеся в этот день по поверьям обладают особенными чертами характера считается что они могут добиться в жизни всего о чем мечтают причем делают это без чужой помощи эти люди рано встают и поздно ложатся у них много энергии которые они способны направить в нужное русло они целеустремлены трудолюбивы и настойчивы что позволяет им достигать больших успехов жизни утро народного праздника акулина гречишница следует начинать с посещения церкви верующие зажигают свечи в память о святой мученице акулине покровительницы гречихи и молятся за хороший урожай чтобы семья не голодала зимой святая акулина также считается и помощницей в исцелении болезней воспитание детей и наставление мужей на путь истинной просьбы обращенные к святой отражают надежды и чаяния крестьян зависящих от урожая и благополучия семьи старину на акулину гречишницу было принято варить гречневую кашу и угощать странников и нищих людей после обеда гости благодарили хозяев и желали им хорошего урожая эта традиция символизирует не только щедрость и гостеприимство но и веру в то что помощь нуждающимся приносит благополучие семье и дому акулина гречишница была днем семейных посиделок и встреч с родственниками на столе в этот день помимо гречневой каши можно было увидеть запеканки из гречихи и блины из гречневой муки хозяйки делились рецептами которые переходили от бабушек и мам что дело каждое блюдо уникальным на акулину гречишницу хозяйки хвастались друг перед другом стараясь приготовить самую вкусную кашу вспоминали поговорку гречневая каша матушка наша а хлебец ржаной отец наш родной подчеркивая важность этих продуктов повседневной жизни 26 июня еще этот день называли праздником каш в этот день пучками сорваны в поле гречихи украшали иконы в доме крестьяне старались не работать в этот день чтобы не разгневать святую иначе считалось что не будет хорошего урожая из-за этого день прозвали еще днем кривых огурцов посадка в это время не приносила зеленых и сочных огурцов главным блюдом на праздничном столе была каша из прошлогодние гречки называемая мирской не раздавали бедным и убогим нищие странники и коллеги приходили на угощение со всех сторон после сытной трапезы гости благодарили хозяев и обещали за них молиться важно было уделить время близким собрать всех родственников и друзей за одним столом и обсудить насущные вопросы кроме того на стол обязательно подавали гречку так как считалось что тот кто отведает ее ближайшее время улучшит свое материальное благосостояние по преданию если устроить настоящий гречишный праздник удача и успех будут сопутствовать весь год день акулины гречишницы важно было проявить оптимизм однако не следует перегибать палку если не хочется смеяться не нужно это делать если нет желания веселиться с друзьями лучше отказаться от встречи следуя своему настроению можно провести день гармонии с собой и с окружающим миром акулина гречишница празднуемая 26 июня не только наполнена народными приметами но и сопровождается рядом запретов которые тщательно соблюдали наши предки эти ограничения касались различных аспектов повседневной жизни их нарушение могло повлечь за собой нежелательные последствия одним из главных запретов на акулину гречишницу является отказ от молочных продуктов народе верили что молоко в этот день становится опасным для здоровья и даже ядовитым его называли акулием и считали что она может причинить серьезный вред гречневую кашу столь любимую в народе в этот день варили исключительно на воде это поверье связывали с русалии неделей начавшиеся 19 июня которая считалась и временем повышенной опасности на акулину гречишницу также существовало множество запретов связанных с поведением и общением нельзя было рукаться и сквернословить считалось что то придет к потере денег и к финансовым трудностям также не стоило назначать и первое свидание народные приметы утверждают что первое свидание назначенное на этот день может стать последним и отношения не получит продолжения также нельзя было и отказывать в милостыне отказ помощи нуждающимся мог привести к финансовым трудностям также не стоило и в этот день делиться радостью деление радостью с другими могло привести к печали и проблемам в этот день ни в коем случае нельзя было поднимать и деньги с перекрестка поднятие денег особенно на перекрестках сулила нищету и беды на акулину гречишницу не рекомендовала заниматься тяжелой физической работой и сельскохозяйственными делами считалось что труд в этот день может повредить будущему урожаю гречки народная мудрость говорила чтобы гречи были хороши поэтому все работы на полях и в огородах откладывали на следующий день также в этот день нельзя было жаловаться святая акулина негативно относятся к нытью и может послать в еще большие проблемам наказания нельзя было не поднимать настрой настроение другим людям через силу важно сохранить было позитивное отношение но не чрезмерно чтобы не истощить свою энергию также нельзя было выходить из дома до полудня без особой причины считаю что выход из дома до полудня может привести к сглазу или порчи если же необходимо было выйти нужно трижды было перекреститься и прочитать молитву очень наш для защиты вот такой друзья день у нас с вами 26 июня по народным приметам традициям и обрядом мы надеемся друзья что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни прямо сейчас ставьте лайк обязательно подписывайтесь на наш канал на прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео